Здравствуйте, Сергей. Очень рад, что вы опять с нами. Хочу начать с того, на чем мы остановились. Это ВВП России. Последнее выступление Андрея Ларионова. По этому поводу он обратил внимание на то, что ВВП по сравнению с довоенным периодом, до войны ВВП России превышал ВВП Украины в 9 раз. А теперь он превышает в 15 раз. Это можно было бы отнести к тому, что вы назвали «рытье окопов», но параллельно он обратил внимание на фактическое возрождение системы софт-загранбанков. В свое время мы, если вы знаете, с Егором Тимуровичем занимались поиском золота партии и этими софт-загранбанками занимались и были созданы даже при правительстве специальные структуры, которые этим занимались. Но и это не все. Дело в том, что софт-загранбанки традиционно управлялись спецслужбами, испытывали большое влияние спецслужб. Скажем так. И через них, параллельно бюджету, проходили огромные ресурсы. И сегодня очень похоже на то, что так оно и происходит. И что может быть еще более важным, то, что эти ресурсы проходят мимо санкционных ограничений. И в этом смысле совсем неудивительно большое количество неожиданных смертей российских банкиров именно по периферии в Лондоне, а не в Москве. Короче говоря, что вы об этом думаете? У нас с вами, видимо, похожее отношение к Андрею и Лорионову. Тем не менее, вот традиционно такой алармизм Андрея я все-таки хотел бы проанализировать. Здравствуйте. Действительно давно не виделись. И в вашем вопросе сразу куча сюжетов. Попробую разобрать их по частям, потому что вместе, ну, можно, конечно, все свалить, но тогда вообще ничего не будет понятно. Как вы понимаете, когда я работал в Центральном банке, то я софт-загранбанками занимался и достаточно хорошо знаю деятельность Парижского Евробанка и Московского Народного в Лондоне. А это два крупнейших софт-загранбанка, которые были у Советского Союза, а потом перешли к Центральному банку. Ну, собственно, Госбанк ими всегда юридически владел. Вот. А чтобы закрыть этот сюжет, я открою маленькую тайну, ну, она такая маленькая, ну, как это, как словно в посудной лавке, что во времена Советского Союза и даже в 1992 году валютные доходы государства, а также займы, кредиты, все это не включалось в бюджет. Все проходило мим бюджета, шло через баланс внешнеэкономбанка. И поэтому фраза о том, что софт-загранбанки там что-то делали, что не отражалось в бюджете, с одной стороны, это правда. Ну, вот мы говорим сейчас про Советский Союз, да, а с другой стороны, ну, такая была практика. Все отражалось в балансе внешнеэкономбанка. Соответственно, был отдельный валютный отдел Госплана, который учитывал валютную выручку, который делил валютную выручку, планировал расходование валютной выручки. Ну, то есть, вот был отдельный бюджет, который внутри страны в рублях, а отдельно был валютный план, который исполнялся и контролировался, планировался госпланом, а исполнялся внешнеэкономбанком. Поэтому были как бы два отдельных сюжета, два отдельных существа, которые никак не пересекались. Вот, поэтому в этом нет ничего удивительного, и там только в 93-м году удалось собрать в Минфине, даже, наверное, в 93-м еще немножко продолжал, в 94-м, окончательно все валютные потоки, они были сведены в федеральный бюджет. Вот, поэтому, собственно, с тех пор Советский Союз, Союз, я не буду сейчас углубляться в историю, чем они занимались, что они делали, какую там роль, играли или не играли спецслужбы. Думаю, что, скорее всего, софт-загранбанки использовались спецслужбами для прикрытия, в первую очередь для агентов разведки, для агентов КГБ, которые работали за границей. Вот, но я вам скажу, что уже, не знаю, вторая половина 90-х, когда я работал софт-загранбанками, они уже полностью были такими коммерческими банками, абсолютно поднадзорными, соответственно, Центробанку Франции и английским финансовым регулятором, не буду говорить там про немецкий, про него знаю очень мало, и про австрийский, с которым практически не сталкивался, но они мелкие были, там, в общем, операций особых не было. Вот, и для каких-то мелких операций, конечно, они могли использоваться, но по-крупному за ними был такой надзор, что, в общем, там вряд ли что-то крупное можно было провернуть во второй половине 90-х. Поэтому про загранбанки давайте мы, что называется, я думаю, что сейчас закончим, продолжение следует, что называется, что сегодня происходит. Ну, совсем глупо говорить о том, что ВВП Украины сегодня в 15 раз меньше российского, не нужно забывать, что Россия начала агрессивную войну против Украины, и что в прошлом году, в 22-м году Украина потеряла примерно 30-35% своего ВВП. Ну, то есть на треть ВВП стал меньше. Поэтому, если до войны он превышал в 9 раз российские ВВП арифметические, а сейчас 15, то, в общем говоря, ничего удивительного в этом нет, потому что Россия последовательно разрушает ВВП Украины, разрушает украинскую экономику. Поэтому, в общем, можно спорить там с точностью до цифр, с точностью до того, когда меняется валютный курс, берете вы среднегодовой курс или курс на конец года и так далее, насколько вообще адекватно можно мерить что-либо в статистике в стране, которая воюет, которая находится под постоянными ударами, насколько адекватно вы можете все это измерить. Поэтому мне кажется, что этот сюжет вообще не имеет никакого интереса, ну, кроме для людей, которым важно что-то поделить на что-то и сказать, о, я сделал вывод, что 2 умножить на 7 равняется 14, а 6 умножить на 4 будет 24. Ну, в общем, классно, конечно, но, вообще говоря, и с таблицей умножения давно известно с первого класса. Вот, теперь о том, может или не может что-то сегодня проходить, вот, работать а-ля софт-загранбанки. Давайте, как это, мухи отдельно, котлеты отдельно. Есть отдельно российский бюджет, да, бюджет, официальный бюджет Российской Федерации. Есть, ну, то, что называется финансовые потоки, какой, ну, давайте, финансовые потоки всех российских компаний, занимающихся экспортом сырья. Мы их объединим вместе, для простоты дела. И есть, там, теневая касса Кремля, да, и есть личные финансовые потоки владельцев сырьевых компаний России. Вот эти 4 субъекта, они существуют каждый самостоятельно. И каждый живет своим, по своим правилам, по своим законам, с разной степенью прозрачности и с разной степенью возможностей ограничений. Да, ну, вот если мы берем российский федеральный бюджет, то есть счета Минфина, то Минфин Российской Федерации находится под западными санкциями. И юридически все счета Минфина России за пределами Российской Федерации, а также счета Центрального Банка, они заморожены, и по ним никаких операций производить нельзя. Поэтому Минфин должен придумывать какие-то очень хитрые способы для того, чтобы финансировать, ну, например, софт-загранучреждения, российские дипломатические представительства, которые продолжают работать, которые продолжают получать деньги. То есть они должны какие-то через частные банки, через коммерческие банки, через китайские банки, гонконгские, турецкие, арабские, ну, в общем, каким-то образом вести. Но мы, опять, у меня пока нет никаких сомнений в том, что учет всех денег, которые приходят в Минфин и уходят из Минфина, он ведется через счета Федерального Казначейства, где отражаются как рублевые, так и валютные потоки. Вот. И да, если раньше все это делалось через операционное управление Центрального банка, то сейчас многие валютные, практически все валютные платежи в евро и в долларах, а также в английских фунтах, новозеландских, австралийских долларах, швейцарских франках, японских иенах и дальше по списку, Минфин должен делать с каким-то, ну, вот очень странным путем, скажем, не через операционное управление Центрального банка, а через какие-то коммерческие банки. Но это ничего не меняет, да, это банк-посредник, банк, который осуществляет операции в интересах Минфина. Вот. Поэтому здесь, ну, можно, это точно совершенно, и эти банки коммерческие, через которые Минфин делает свои платежи, они точно совершенно не находятся под контролем Кремля, не находятся под контролем Центрального банка России, не находятся под контролем Российского министерства финансов. Это чьи-то там иностранные коммерческие банки, которые за хорошую комиссию для Минфина делают такие платежи. Дальше мы берем таких вот, условно говоря, консолидированного российского экспортера, который, ну, давайте так, нефтяного экспортера. Что у нас? Нефть, сталь, фанера, золото. Вот то, что попало под санкции, для простоты душевной. Газ. Газ не попал под санкции. Газ, Путин добровольно ввел самоограничение по продаже газа. Это разные вещи. Но если у человека вожжа под хвост попала, то, в общем, с этим бороться невозможно. Вот, поэтому это отдельная, это вообще отдельная история. Значит, ну, вот есть два таких случая, чтобы было всем понятно. Вот есть компания, условно говоря, Роснефть, которая экспортера продает нефть. Куда-то там продает, теоретически не может получать доллары, не может получать евро, может получать индийские рупии, которые никому нафиг не нужны, для которых существует потолок цен и куча-куча всяких ограничений. Но поскольку потолок цен 60 долларов за баррель, а нефть на мировом рынке стоит там 75 долларов за баррель, то вот эту вот разницу 15 долларов нужно каким-то образом поделить. И мы не знаем, в какой пропорции делятся эти деньги. И, возможно, там какая-то часть из этих 15 долларов, может 1 доллар, может 7 долларов, может 14 долларов, достается, условно говоря, компании Роснефть или ее менеджерам. Но эти деньги в Россию не попадают. То есть люди понимают, что попытка привезти доллара в Россию, она как бы, это как обоюдоострый меч. Направо пойдешь, голову потеряешь, а налево пойдешь, голову потеряешь. Потому что если заведешь деньги в Россию, то там Центральный банк с Минфином могут что-нибудь такое отчебучить, а там не заведешь деньги в Россию, можешь попасть под санкции. И, соответственно, они начинают прятать вот эти вот свои деньги, там честно заработанную часть валютной выручки, ушедшую из под санкций, и там прятаться на разных счетах. Но есть ли такая практика? Ну, скорее всего, есть. Да, потому что вот там другая компания, которая, например, условно говоря, Норильский никель, который не находится под санкциями. Там российский никель, российский палладий, российскую платину можно продавать в неограниченных объемах. Единственное, там никель нельзя на лондонской бирже металлов, но это немножко другая история. Но Норильский никель контролируется Владимиром Потанином. А им же контролируется Росбанк. Ну и вроде бы логично предположить, что все валютные потоки Норильского никеля должны идти через Росбанк. Но Росбанк под санкциями. И, соответственно, Владимир Потанин должен искать какую-то схему, какой-то там другой банк, который будет для него выполнять эти функции. Но, как сказать, с точки зрения бизнеса, это если абстрагироваться от войны, если абстрагироваться от санкций, то, в принципе, это, ну, как сказать, не всегда каждый банк готов работать с каждым клиентом. И, там, условно говоря, занимаясь каким-то бизнесом, вы можете прийти в банк, который близко к вам расположен, или про который вы что-то хорошо слышали, и говорите, слушайте, возьмите меня в качестве клиента. Они посмотрят, посмотрят на ваше досье. Слушайте, да не возьмем. И они не обязаны вам объяснять, почему. И вы идете, ищите другой банк. То есть, вот почему вас не взял этот банк, или почему вы не можете работать через другой банк, а должны искать третий. Ну, есть куча разных обстоятельств. И, безусловно, вот есть компания а-ля Норильский Никель, там можно еще, наверное, какие-то другие назвать, которые под санкции не попадают, но у которых те банки, с которыми они привыкли работать, они находятся под санкциями. И они должны искать какие-то другие пути. Есть такое, есть такое. Влияет ли это как на российский бюджет? Нет, не влияет. Ну, потому что все свои вот эти вот подпродажи металлов на экспорт, или там нефти на экспорт, российские экспортеры оформляют через таможенную службу, подают таможенные декларации, где указывается цена каждой конкретной партии, сколько, куда, кто получатель. Ну, и таможенники уже давно научились сравнивать цены, которые указаны в таможенных декларациях, с теми ценами, которые существуют на организованных рынках, на товарных биржах. И если там разница уж очень какая-то выдающая, то фиг вы вывезете свое сырье из России. Вам просто закроют выезд. Соответственно, поскольку вы зафиксировали эту таможенную цену на таможне, дальше у вас бухгалтерия отражает все это в вашем балансе, и налоговая служба взнимает с вас налоги, и ее, честно говоря, не очень колышет, где вы держите свои доллары, евро, дирхамы, юани, рупи и прочие валюты. Ее это вообще не интересует. Самое главное, как это, заплатить налоги и спи спокойно. Ну, а что касается частных денег, не мне вам рассказывать, это каждый решает самостоятельно. Да, это точно совершенно никакого отношения ни к бюджету, ни к софт-загранбанкам не имеет. Я вообще сильно бы удивился, если бы российские олигархи, российские богатые бизнесмены, богатые люди все свои, например, финансовые потоки держали в государственных банках. Да, что называется, потому что они самые надежные, что есть банки в России. Вот, поэтому, знаете, много-много разных сюжетов, но мне кажется, что вот так содержательно, ну да, вот так выглядит картина сегодняшнего дня. Если мне что-то удивительное, ну, с точки зрения нормальной бизнес-логики, нормальной страны, все выглядит как коряво. С точки зрения страны, находящейся под санкциями, на которой оказывается давление, ну, в общем, все выглядит достаточно логично. Выкручиваемся как умеем. Ну, все-таки, с точки зрения санкций, это же, ну, совершенно очевидно, некий механизм обхода санкций и очень эффективный механизм, который позволяет фактически эти санкции, ну, не видеть, не, так сказать, не испытывать негативных воздействий. То есть, фактически Россия, доходясь под санкциями, под санкциями не находится, благодаря этим схемам. И у меня полное ощущение, что всем это понятно. На Западе. Нет, нет, слушайте, здесь я с вами точно совершенно не соглашусь. Опять, давайте разбираться по частям. Продажи российской нефти, а также российского палладия, российской медиа, российского никеля, российского, что там еще, серебра, платины, они не находятся ни под какими санкциями. Они, их продажа разрешена. Их импорт странами Евросоюза, Америки, вот всеми теми недружественными странами импорт не запрещается. Да, соответственно, продажа вот всех, всего этого барахла, всего этого сырья, она легальна. И никакого нарушения санкций здесь нет. Есть санкции на покупку российской нефти компаниями, которые зарегистрированы в США, в Евросоюзе, в Великобритании, в Канаде. То есть, компании из вот этих стран не имеют права покупать российскую нефть. И, соответственно, если они вдруг покупают российскую нефть у российских компаний или у каких-то посредников, и американские, или, соответственно, европейские контролирующие органы могут доказать, что вот эта нефть приехала из России, что это российская нефть, то под санкции, с нарушителями санкций являются не российские компании, которые продали нефть, а те компании из недружественных стран, которые купили эту нефть. И поэтому, собственно говоря, российские экспортеры сырья, продавая сырье, они не нарушают никаких санкций. Вот, поэтому говорить о том, что это уход под санкции, нет. Если вот дальше есть вопрос потолка цен. Ведь потолок цен, он устроен очень хитро. Это не есть какое-то универсальное ограничение. Не сказано, что никто в мире не имеет права покупать российскую нефть дороже, чем 60 долларов за баррель. А типа, если вы купили хотя бы за 60 долларов и 50 центов, то мы немедленно нанесем ракетно-ядерный удар, по-моему. Нет такого. Смысл потолка цен устроен следующим образом, что европейские, американские, японские компании, то есть стран из стран-семерки, не имеют права перевозить российскую нефть или страховать перевозки российской нефти, или кредитовать покупку российской нефти, если она продается по цене выше, чем 60 долларов за баррель. Соответственно, если вам, как греческой шиппинговой компании, владельцу танкеров, приносится таможенная декларация, инвойс, все документы, где написано, что нефть продана за 59 долларов 59 центов, 99 центов, то вы, перевозя российскую нефть, не нарушаете никаких санкций. То есть, вот опять, нарушителем этих санкций может быть европейский судовладелец, европейская страховая компания, европейский, американский, японский банк, но российская компания, которая продает нефть за 60 долларов 50 центов, не нарушает никаких санкций. То есть, вот здесь нужно очень хорошо понимать, что никакого нарушения санкций не существует. Нужно понять, на кого вводится ограничение. И только после того, как мы поймем, на кого вводится ограничение, мы можем обсуждать, является это нарушением санкций или нет. Например, ну не знаю там, Игорь Иванович Сечин лично, как физическое лицо, находится под санкциями. И у него есть какой-то валютный счет в одной из стран Евросоюза, где написано, что владелец счета Игорь Сечин. Вот этот счет является замороженным. Он попал под санкции. Опять, если, что далеко ходить, помните, несколько месяцев назад, пару месяцев назад, была такая очень шумная новость, что у Константина Малафеева, такого кремлевского бизнесмена, около кремлевского патриотического православного бизнесмена, там аж целых 5,4 миллиона долларов в Америке конфисковали. За то, что он через подставные компании, через какие-то попытался через, в Америке проводить платежи в интересах своих компаний. Вот его, там, Малафеева и там, его компании поймали на том, что он в обход американских санкций, которые наложены на него лично, и попытался использовать американскую финансовую систему. И тогда активы Малафеева были конфискованы судом. Соответственно, вот если Игорь Иванович Сечин попытается с этого счета каким-то образом увезти деньги и куда-то их там перенаправить, вот тогда его поймают на нарушении санкций и его деньги по решению суда смогут конфисковать. Если Игорь Иванович Сечин никаких поручений в отношении своего счета не дает, если никакого движения денег по этому счету не происходит по его приказу, приказу его доверенных лиц, то в общем он не является нарушителем санкций. При том, что он может иметь аналогичный счет евро в евро или в долларах, ну например, в одной из стран Персидского залива, но эти банки стран Персидского залива не являются субъектами санкций, то есть на них европейские или американские санкции не накладывают никаких ограничений. Поэтому разговор о том, что это является уходом из-под санкций, ну это можно говорить только совершенно не понимая, как санкции работают и против кого они вводятся. Как вы считаете, почему совершенно другой режим санкционный в отношении России действует? Это все-таки некоторая умышленная позиция облегчения режима санкций для России? Или это новое достижение, так сказать, теоретическое? В чем тут дело? Давайте говорить про Иран, который действительно находился под санкциями и на самом деле нужно понимать, что Иран, если я помню правильно, на пике своей добычи нефти производил что-то порядка 3,5 миллионов баррелей нефти в сутки, из которых 2-2,5 миллиона баррелей он экспортировал. Россия производила на пике 11 миллионов баррелей в сутки, из которых 8, а то и больше миллионов баррелей в сутки экспортировала. То есть роль России на немировом нефтяном рынке она в 2,5-3 раза важнее, в 4 раза важнее, чем роль Ирана. И соответственно это первое, что ограничивать страну с маленьким экономическим потенциалом, с маленькой добычей нефти проще, чем страну с большой добычей нефти. А второе, санкции против Ирана, против иранской нефти, расчеты вводились, знаете, как вот бывает, человек попадает в правильное место в правильное время. Вот санкции в отношении иранской нефти были введены в тот момент, когда на рынке существовало, у производителя нефти существовали свободные мощности по наращиванию добычи. В первую очередь у Саудовской Аравии. И поэтому, когда Иран сократил добычу нефти на полтора или даже на два миллиона баррелей в сутки, то это сокращение добычи нефти Ираном было компенсировано другими странами Арабского залива и частично Россией, потому что Россия тоже в этот момент находилась на подъеме. У России дно добычи нефти было, наверное, в районе 98-99 годов, после чего Россия начала очень... С 99-го, смотрите, с 99-го по 2004 год Россия увеличила добычу нефти в физическом выражении в тоннах на 50%, полтора раза. И, собственно говоря, это позволило достаточно безболезненно мировой экономике воспринять санкции на Иран. Почему Иран стал продавать меньше нефти? Потому что появилась российская нефть, которая заменила ее. Вот третье. У Ирана все равно сохранился экспорт нефти и главным покупателем нефти стал Китай, который, ну, что называется, и тогда плевал на американские санкции и сейчас плевет на американские санкции, готов платить за такую нефть, санкционную нефть, там, в любой валюте, валюте, но с большим дисконтом. И, собственно говоря, Иран продавал нефть в Китае с дисконтом, а сейчас Россия продает нефть в Китае с дисконтом. Это не касается трубопроводной нефти, потому что цена нефти, которую поставляет России по трубе, она зафиксирована в контракте, ее Китай уменьшить не может. Но дополнительные объемы, которые везутся туда танкерами, вот тут Китай уж по полной мере оттаптывается примерно так же, как на Иране. Вот, поэтому в отношении Ирана санкции было вводить проще. С одной стороны страна поменьше и добыча нефти поменьше, с другой стороны был очень удачный момент, когда на рынок выходили дополнительные объемы нефти. И российская нефть выходила, потом была американская сланцевая нефть, у Саудовской Аравии были дополнительные мощности. То есть все это позволяло рынку пережить это бесполезненно. Сегодня Россия, вот если брать мировой рынок нефти как нефть, которая продается между странами, то есть мы исключаем внутреннее потребление стран добывающих нефть, внутреннее потребление США, Канады, России, Саудовской Аравии, дальше по списку, то вот на этом рынке нефти, которая переезжает между разными странами, Россия является крупнейшим игроком, на ее долю приходится 17%. Каждая шестая тонна, но хотите тонна, хотите баррель нефти, он российского происхождения. И убрать эту нефть с рынка просто невозможно. Собственно говоря, сначала об этом как-то задумались, решили почему-то в начале, в конце февраля, начале марта прошлого года было большое количество горячих голов, которые кричали, да вообще это не вопрос, мы сейчас так все запретим, вот, и собственно говоря, там США и Канада запретили быстро и легко, ну потому что они российскую нефть не покупали, а Евросоюз три месяца думал, чесал репу и понял, что если Россия, ну а и в этот момент, пока Евросоюз чесал репу, цена на нефть выросла там с 95 до 120 долларов, в ожидании того, что российскую нефть сейчас с рынка выкинут. Тут все поняли, что типа пора заканчивать и пора объявить, что нет, мы не собираемся сокращать покупки российской нефти, мы собираемся ограничивать цену российской нефти, да, те доходы, которые получает российский бюджет, что на самом деле удалось, да, вот по моим оценкам российская нефть, вот если опираться на таможенную статистику, вот на те декларации, которые нефтяные компании сдают в федеральную таможенную службу российскую, вот просто разница в цене между той ценой, по которой российские компании продавали и ценой нефти бренд, в расчете, на пересчете на все объемы поставок, она за год войны, за 5-4 квартала, начиная с 2-го квартала 22-го года и до 1-го квартала этого года, составила примерно 100 миллиардов долларов, из которых миллиардов 60 недополучил российский бюджет, да, потому что у нее там другая формула расчета и так далее, вот, то есть санкции, вот нефтяные санкции, они сыграли свою роль таким образом, что ограничили доходы как российских компаний, экспортеров нефти, так и российского бюджета, но с точки зрения физических объемов поставки российской нефти, такой задачи никто не ставил, ну, по крайней мере, начиная с середины марта прошлого года. Скажите, пожалуйста, вот этот фактор, насколько он реализуем, влиятельен сокращение экспорта американскими компаниями нефти, то есть превращение Соединенных Штатов из страны экспортера энергоресурсов в страну импортера энергоресурсов, насколько этот фактор влияет на мировой рынок? Ну, честно говоря, я не слышал, чтобы Америка стала импортером, мне кажется, что вот благодаря добыче сланцевой нефти, начиная там с, ну, когда она впервые, наверное, появилась где-нибудь там 2007-2008 год, и примерно через 10 лет, за точность там не могу, не могу вручаться, но где-то в районе там 2017-2018 годов, может быть, Америка стала чистым экспортером нефти. Да, то есть, если там в 2007 году она была импортером нефти, то в 2018-м, через 10 лет она стала чистым экспортером нефти. У Америки нужно понимать, что у нее огромные мощности по переработке нефти, которые в состоянии перерабатывать нефть и в объемах, которые превышают потребности американского рынка. Очень эффективные нефтепрерабатывающие мощности, и поэтому есть большая, Америка, несмотря на то, что обеспечивает себя нефтью в полном объеме, она ее импортирует, но перерабатывает и экспортирует в виде нефтепродуктов. Но в чистом балансе Америка обеспечивает себя и нефтью, и газом. Поэтому как раз сдвижка была в обратную сторону. Америка на наших глазах за 15 лет стала абсолютно самообеспечиваемой углеводородами. И, собственно говоря, на это с этим связано то, что американская внешняя политика все меньше и меньше внимания, с меньшей увлеченностью участвует во всем том, что происходит на Ближнем Востоке. Потому что 15 лет назад, 20 лет назад американская экономика зависела от поставок арабской нефти, и стабильность поставок нефти, стабильность в этом регионе являлась основой стабильности американской экономики. Сегодня американские политики абсолютно уверены, что что бы ни происходило на Ближнем Востоке, какие бы там потрясения не происходили, физически нефть в Америке будет присутствовать. Потому что Америка добывает достаточное количество нефти сама. Да, цена может вырасти, да, может быть инфляционный шок. Но физического ограничения нефти, как это было в 1973 году, первый нефтяной шок, когда в Америке просто физически не было бензина. Вот такого сегодня себе представить невозможно. И поэтому интерес, готовность Америки тратить свои ресурсы и возможности на Ближнем Востоке, она резко упала, заинтересованности нет. Поэтому нет, 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 Америка является чистым экспортером углеводородов. Хорошо, это оптимизм. Спасибо большое, Сергей. Если вы позволите, мы продолжим эту дискуссию. Вы даете ему очень точную, очень полезную информацию. Спасибо вам. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч.